МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. С вами я, Юлия Ракотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Юные энергетики собрались во Всероссийском детском центре «Океан». Они разработали собственные учебные проекты вместе с настоящими специалистами. О том, как во Всероссийском детском центре «Океан» проходит смена юных электроэнергетиков, расскажу я, Светлану Садовая. К выпускным вечерам готовятся школьники Владивостока. Модные наряды для ребят подготовили студенты-дизайнеры в ГУЭС. Наиболее актуальными являются более приглашенные натуральные цвета. Например, а это может быть тихий серый, но это их название, или блестящий миндаль. Жители Приморской столицы научили делать японские броши. Мастер-класс состоялся в рамках перекрестного года России и Японии. Второй уже мастер-класс японских мастеров декоративно-прикладного творчества, которые показывают, что можно сделать из старого кимоно. Также в выпуске 250 тонн асфальта уложили на улицы Светландской. Работы по проекту «Безопасные качественные дороги» продолжаются во Владивостоке. Еще расскажем, день начала Великой Отечественной войны, отметят в Приморской столице. По корабельной набережной пройдет шествие со свечами. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Во Владивостоке в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается комплексный ремонт улицы Светландской, где ранее были демонтированы трамвайные пути. В ночь на 19 июня приступили к устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке от остановки транспорта ДВГТУ до Цирка. Уложено 250 тонн асфальтобетонной смеси. Все работы по асфальтированию продолжатся, как только позволят погодные условия. До конца июня работы по устройству нижнего слоя асфальта на обоих участках межпутья должны быть завершены. Здесь же установят около 2000 тротуарных и дорожных бортовых камней, заменят тротуарную плитку на площади около 9000 квадратных метров. Всего в 2018 году по федеральному приоритетному проекту отремонтируют 10 улиц Владивостока – Бестужево, Карьерную, Прапорщика Комарова, Светландскую, Спортивную, 50 лет ВЛКСМ и ряд других. Привели в порядок и самые изношенные участки дороги на Шамару. Горностаевская трасса на протяжении 7 километров уже оделась в новый асфальт. Всего же до конца месяца заменят 19 километров полотна. На всем протяжении будет отсыпана обочина. Работы ведутся и днем, и ночью. К началу пляжного сезона в Владивостокце гости города смогут оценить работу подрядчиков. Несмотря на то, что Горностаевская трасса еще не полностью готова, ездить по ней стало комфортно. Мэрия призывает позаботиться о других участниках дорожного движения. Специалисты напоминают, независимо от того, каким образом будет оформлено ДТП с помощью Европротокола, с привлечением аварийных комиссаров или с вызовом сотрудников ГИБДД, автолюбители должны зафиксировать место происшествия с помощью фото- или видеофиксации и убрать машины с проезжей части. Только в этом году к административной ответственности во Владивостоке привлекли и оштрафовали уже свыше 300 водителей за несвоевременное освобождение проезжей части от транспортных средств при ДТП. Ежемесячно в ГИБДД поступает около полутора тысяч сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Сейчас во Владивостоке ищут пути минимизации транспортных заторов. Уже к сентябрю появятся первые умные светофоры. Их установят совместно с японскими партнерами. В Владивосток будет перенимать и столичный опыт организации дорожного движения. Будет создана специальная служба «Дорожный патруль». А пока одна из главных задач – сократить время по оформлению аварий. Один из методов сокращения транспортных заторов – оперативное оформление ДТП. А во Владивостоке практически каждая из них фактически блокирует движение в городе. Необходимо как можно быстрее убирать транспортные средства с проезжей части. Такая служба могла бы оперативно помогать фиксировать место ДТП и оформлять происшествия, в том числе с помощью европротоколов, сказал глава Приморской столицы. Всероссийская акция «Тест на ВИЧ-экспедиция» проходит с 12 июня по 7 ноября. Мобильные пункты тестирования проследуют через 30 субъектов Российской Федерации, охватив 120 городов. Во Владивостоке любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию. Специалисты отмечают, что по статистике 30% от общего числа больных ВИЧ в России даже не догадываются о том, что у них есть это заболевание, рискуют запустить болезнь и перевести ее в СПИД. Во Владивостоке 19 июня мобильные пункты тестирования работали на площади у спортивной набережной, а 20 июня узнать свой статус можно с 10 часов до 18 у торгового центра на проспекте столетия Владивостока 57 Г. Акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию третий год подряд проводится Министерством здравоохранения. Молодежный форум участников профильной смены «Энергия старта» прошел во Всероссийском детском центре «Океан». На нем участники смены представили собственные проекты, которые две недели разрабатывали вместе с профессиональными энергетиками, сотрудниками дальневосточной распределительной сетевой компании. Отмечу, АО «ДРСК» – организатор уникального образовательного проекта «Профильной смены «Энергия старта». О том, как завершилась смена юных энергетиков, расскажет Светлана Садовая. Викторийные творческие мастерские, игры, лекции. Самое сложное, признаются организаторы смены «Энергия старта» – подобрать интересный формат подачи серьезной информации. За две недели энергетики ДРСК рассказали школьникам об энергоэффективности, энергобезопасности и энергосбережении. Познакомили с альтернативными и возобновляемыми источниками энергии, обсудили перспективы развития отрасли. В завершении смены ребята представили собственные проекты на тему энергетики. Энергетика – это такая очень всеобъемлющая отрасль. Там работает много людей разных профессий. И мы попытались рассказать детям о том, что это за профессии. Мы попытались их научить мыслить нестандартно, попытались рассказать об отрасли и о том, что это очень перспективно. Ведь если развивается энергетика, развивается район, город и даже целый Дальний Восток. Никита Гуреев из семьи энергетиков и уже второй раз приехал на смену «Энергия старта». На молодежном форуме представил свой проект «Декоративное освещение ночью», в котором предлагает выполнить подсветку надписи «Океан» цветами пяти дружин Всероссийского детского центра. Мы решили поставить на протяжении всей дороги океанской ветроэнергетические установки в сокращении ВЭО. Они будут работать постоянно в связи с тем, что мы находимся в муссонном климате, и ветер здесь днем дает в одну сторону, а ночью в другую. А излишки энергии будут поступать в аккумулятор, так что энергия будет абсолютно всегда. Ульяна Зверева стала лауреатом молодежного форума. За ее проект «Рекуперация» как способ повторного использования энергии свои голоса отдали все члены жюри. Самый простой пример конструкции, позволяющий возвращать энергию, это умный генератор. Эффективность межгосударственных электрических связей, мусоросжигательный завод как альтернативный источник энергии, «Способы экономии энергии в зданиях». Это только небольшая часть проектов, над которыми дети совместно с энергетиками работали во время смены «Энергия старта». Именно на этих ребят сотрудники энергокомпаний смотрят, как на своих будущих коллег. Нам нужны хорошие экономисты, нам нужны хорошие финансисты. Логистика сегодня разнообразна в поставке оборудования. Конечно, энергетики, конечно, технические специалисты. Смена «Энергия старта» в океане – это уникальный образовательный проект. Он реализуется при поддержке Министерства энергетики и ДРСК – крупнейшей сетевой компании Дальнего Востока. На следующий год школьники, интересующиеся энергетикой, также соберутся во Всероссийском детском центре. Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на восьмом. До старта выпускных вечеров остаются считанные дни. Уже совсем скоро, 30 июня, состоится общекраевой выпускной праздник «Крылья Востока». И вчерашним школьникам пора задуматься над тем, что надеть на этот важный вечер. О том, какие образы будут на пике популярности в этом году – в нашем следующем сюжете. Оголенные плечи, пайетки, асимметричный крой, прямой силуэт. Тенденции последних лет в повседневной одежде отражаются и на выпускных образах. Пышные кринолиновые юбки и тугие корсеты остаются в прошлом. Наиболее актуальными являются более приглушенные натуральные цвета. Например, это может быть тихий серый, ну это их название, или блестящий миндаль. А для тех, кто предпочитает более яркие оттенки, это может быть ультрамариновый цвет или доблестный мак, то есть такой насыщенный красный. Длина платья может быть любая, все зависит от роста и личных предпочтений выпускницы. Удачной альтернативой юбке будут брюки или комбинезон. Аксессуары довольно-таки неограничены в своем выборе, просто можно обратить внимание на серебро, на натуральные минералы, то есть какие-то полудрагоценные камни и золото, и жемчуг. Макияж также особо не ограничен, там могут быть стрелки, но наиболее популярными являются стрелки, то есть композитные, классические черные. Это зависит от уже, ну, ваших предпочтений. И также можно сделать акцентом ягодные яркие насыщенные губы. Главное не переборщить. Как подчеркивают дизайнеры, в моде естественность. Прическа также не должна быть помпезной. Это могут быть собранные волосы, распущенные, нежные, чистые. Естественные тоже локоны приветствуются, волны, какие-нибудь в стиле Голливуд, какие-нибудь хвосты объемные, тоже оформленные локонами. Для парней логично будет надеть костюмы, футболку и кроссовки. Такой вариант образа самый простой и удобный. Простота и удобство – то, что вообще отличает моду сегодняшнего дня. Летом 2018 года наиболее модные натуральные материалы – хлопок. Но хлопок не в том привычном виде, в котором мы его обычно представляем, а обработанный, либо вовсе не обработанный с непропрядами. Затем натуральные цвета. Среди аксессуаров очень модные плетеные шляпы, плетеные сумки. Среди обуви также встречаются плетеные танкетки, легкие босоножки. В основном минимализм и женственность. А отличиться от других выпускницам, так же, как и вообще всем девушкам, поможет индивидуальность, хороший вкус и собственный стиль, который никогда не сможет полностью заменить мода. Катерина Матвеева, Алексей Заровный. Новости на восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой… По корабельной набережной пройдет шествие. Со свечами во Владивостоке отметят День памяти и скорби. Владивостокской епархии исполнилось 120 лет. Столетний юбилей отпраздновала жительница Владивостока. Помимо подарков, ей вручили поздравления от президента Владимира Путина. Травмпункт медицинского центра «Санос» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «Санос». Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами я, Юлия Рокотская, и мы продолжаем. По корабельной набережной пройдет шествие со свечами. Во Владивостоке отметят День памяти и скорби. Владивостокской епархии исполнилось 120 лет. Столетний юбилей отпраздновала жительница Владивостока. Помимо подарков, ей вручили поздравления от президента Владимира Путина. В предстоящую пятницу, 22 июня, жители и гостей Краевого центра приглашают принять участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби, Дню начала Великой Отечественной войны. Начнутся мероприятия с уже ставшего традиционным шествия горожан со свечами. Школьники, студенты и общественность пройдут с зажженными свечами по улице Корабельной набережной, к Вечному огню, мемориалы, боевая слава Тихоокеанского флота. Шествие начнется в 10 часов 30 минут, а сбор участников будет осуществляться с 10 часов утра у стелы Владивосток, город воинской славы. Сразу же после шествия собравшиеся примут участие в памятном мероприятии и возложении цветов и венков к Вечному огню и стене памяти мемориального комплекса «Боевая слава ТОВ». Стоит также отметить, что с 10 часов 10 минут до 11.15 в центре Владивостока по Корабельной набережной ограничат движение транспорта. 17 июня без больших торжеств Приморье отметила знаменательную дату. В Владивостокской епархии исполнилось 120 лет. Все эти годы епархия ведет активную просветительскую общественную деятельность, возводит православные храмы, укрепляет в людях веру, моральные ценности, толерантность, помогает попавшим в трудные жизненные ситуации. Сегодня в крае действуют несколько сотен церковных приходов, храмов, монастырей. Более 25 храмов находятся на стадии строительства, в том числе Кафедральный собор во Владивостоке на Центральной площади. Кстати, в 2018 году отмечают 1030 лет со времени начала крещения Руси благоверным князем Владимиром, а еще 160 лет со времени подписания Айгунского договора между Российской империей и Цинским Китаем, установившим русско-китайскую границу на реке Амур. 120 лет со времени основания русскими на китайской территории города Харбин при строительстве китайско-восточной железной дороги. Столетний юбилей отпраздновала жительница Владивостока Мария Булахова. Торжество прошло в Клубе пожилых людей, в котором состоит Мария Ивановна. Именинницы, помимо подарков от администрации города, коллег и родственников, вручили поздравительную открытку от президента Владимира Путина. Подробнее о том, как прошел праздник, расскажет Катерина Матвеева. Командир вот и говорит, сержант Третьякова, не подкачайте. Я села в машину, только надавила на педаль, и машина, самолет его, фурк и завелся. Вторую мировую войну тогда еще молодая девушка Мария Третьякова работала стартером, заводила самолеты. Драматичных эпизодов за время войны было много. За один из них, Муданзяне, ее наградили сталинской грамотой. Всем помогала, и нас, племянников, и наших детей, и правнуков, всем старалась помогать. И в воспитании, ну и как там, сидела, если надо было, когда всегда она была с нами, всегда в центре внимания. Она в нашей семейной династии самый старший человек. Наградами Мария Ивановна не хвастается. Говорит, все было как у всех. Началась война, пошла служить. Вернулась, пошла работать. 26 лет трудилась телефонистка Владивостокской нефтебазы. Потом работала в ремонтно-строительном управлении. В день рождения коллеги ее не забыли и пришли поздравить. С ними и представители Совета ветеранов, и клуба пожилых людей. Ну и, конечно, многочисленные родственники. Одинокая ветра сирени у тебя на столе стояла. Это дым твоего рожденья мы с тобою вдвоем встречались. Любви и тепла ваших близких, они всегда были рядом, заботились, помогали. Сейчас Мария Ивановна живет отдельно. Так ей удобнее. Однако родственники не оставляют ее, постоянно навещают и помогают. Как когда-то в свое время помогала им она. Хорошее настроение, доверие к людям, доверие к людям, не нервничать, не злиться. Вот долголетие. Мой рецепт долголетия. Только делать добро. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. Юных микроскопистов готовят в Приморском океанариуме школьники. Воспитанники детских садов и социальных учреждений посещают циклы научных мероприятий в рамках просветительской среды. Побывал на некоторых лекциях наш корреспондент Дмитрий Беломеснов. Десятиклассник Андрей вместе со своими одноклассниками и друзьями по школе посетил занятия по специальности микроскопист. Признается, будущую работу еще не выбрал. Однако после сегодняшней лекции заинтересовался данной профессией. И она действительно интересная. Ведь микроскопия занимается зрительным исследованием различных мелких объектов при помощи микроскопа. Встреча, во-первых, с учеными, общение с ними. Это настоящие герои, я считаю, потому что они изучают наш мир, помогают нашей жизни и так далее. Ну и мир, который тоже существует, который мы, к сожалению, не видим. Это просто интересно для... просто интересно. Урок для ребят провел Вадим Покровский, ведущий специалист сектора экзотических животных. О занятии микроскопии он мечтал самого раннего возраста. Во время урока Вадим рассказал о микроскопах, их видах, в каких специальностях их используют, о том, чем занимаются микроскописты. Кроме того, ребята смогли сами рассмотреть различные микроорганизмы через объектив микроскопа. Сегодня показываем ребятам, какие микроскопы бывают, может быть, заинтересуются, и кто-нибудь когда-нибудь станет работать, а также в лаборатории. Когда показываешь вот эти живые объекты, они не просто на картинке, они шевелятся, они бегают, живут своей жизнью. Мало кто с ними встречается вот так вот с глазу на глаз ежедневно, поэтому, конечно, такой вау-эффект наблюдается. А вот специалисты-экологи познакомили ребят с микроскопическими обитателями планктона на лабораторном мастер-классе. Наверняка многие из этих ребят не догадывались, что, купаясь в море, они сталкиваются с ними и плавают рядом бок о бок. В ходе урока школьники также смогли разглядеть их представителей под микроскопом. Любовь глизнуться, признается, задумывала подобную лекцию для детей уже давно. У меня родилась такая идея, почему бы не показать это всё многообразие планктона, всё чудо этого планктона показать детям. И океанариум предоставил такую возможность, потому что здесь есть учебные лаборатории, и, как оказалось, это востребовано, это интересно людям. И если ребята постарше с увлечением открывали новые знания в микромире, то школьников помладше ждали экскурсии по океанариуму. Так, например, маленькие участники просветительской среды с восторгом наблюдали за моржом Мишей и играли с тюленем Айком. Порадовали школьников в этот день и другие представители морской фауны. Демонстрацию навыков морских млекопитающих устроили для ребят в дельфинарии. Дмитрий Беломеснов, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. Жители Владивостока научили мастерить японские брошки. Приморский краевой центр народной культуры совместно с Приморским обществом дружбы с Японией в перекрёстный год Японии и России провели мастер-класс по изготовлению традиционных изделий прикладного искусства. Несколько десятков приморских любителей декора смогли получить знания от японских мастеров. Такой мастер-класс проводится уже во второй раз. История занятий началась в 2017 году. Тогда одна из учениц японской языковой школы была восхищена русской культурой и языком и убедила своих одноклассников, а также других молодых людей, которые любят Россию съездить во Владивосток. Они научили приморцев искусство изготовления шкатулок из ткани кимоно. Мероприятие получило большой успех. Серию мастер-классов решено было продолжить. Подробности в следующем сюжете. Нуна Асоби Харина Зуми с японского «Играющая с тканью ёж». Это стало названием группы японских мастеров, в которую входят женщины, увлекающиеся русской культурой. Необычное название связывает с простотой понимания и восприятия их деятельности. Ёжик сейчас очень популярный герой в Японии. Например, в японских мультфильмах. Есть даже кафе в честь ёжика. Некоторые японцы держат его в качестве домашнего питомца. Наша группа решила назваться так, потому что это очень мило. Во Владивостоке они уже второй раз. В этом году решили показать, как создают в Японии мелкие вещи – аксессуары с использованием ткани от старого кимоно и пояса. Наши бабушки старые кимоно сохраняют. Они их когда-то покупали за большие деньги, так как материал шёлк дорогой. Но со временем кимоно становится неактуальным, как одежда. Но материал остаётся ценным. Ткань используют для декоративных поделок, например, для изготовления таких брошей. Такое занятие очень распространено в Японии. Шёлк – он очень удобен для изготовления. Он мягкий, прочный и красивый. Из таких кимоно и поясов участники группы выбирают самые качественные и создают всё, что придёт на ум. А декоративных брошей для одежды – до шпилек для волос. Данный мастер-класс вызвал интерес со стороны приморских любителей декора. Здесь находятся мастера практически со всех уголков приморского края, от Владивостока до Пожарского района. Мастера каждый в своём направлении. Кто-то валяет войлок, кто-то делает куклы, летёт платки. И пытаются приобщиться к японскому декоративному прикладному творчеству. В ходе занятия, которое длилось несколько часов, у участников мастер-класса получилась своя полянка дружбы. Назвали её так сами ученики, ведь мероприятие также приурочено к годы Японии в России. Со стороны российских мастеров в страну восходящего солнца отправятся подарки в виде декоративного печенья, расписанного под кжель. Мастера набираются опыта и этот опыт передают уже понаследству своим ученикам и людям, кто тоже занимается декоративно-прикладным творчеством на территории приморского края. В планах группы – проведение мастер-класса по случаю Олимпийских игр 2020 года. По словам японских мастеров, через свои семинары, будь они домашние или зарубежные, они стараются рассказать о японской культуре и укрепить международную дружбу. И хотят, чтобы их деятельность помогла превратить Японию, с которой мы не знакомы, в Японию, в которую мы влюблены. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. И далее к новостям спорта. Во Владивостоке появился ещё один чемпион Европы. Приморский спортсмен Константин Петров стал лучшим на европейском чемпионате по армрестлингу. Международные соревнования проходили в Болгарии и принесли Константину победу в категории грандмастер. О карьерном успехе Владивостокского силача расскажет Максим Яковлев. Считается, что у настоящего мужчины должны быть золотые руки, которыми он и по дому всё делает, и женщину на руках пронесёт. Константин Петров своими руками может вдобавок ещё и выиграть чемпионство Европы по армрестлингу. Владивостокский спортсмен на днях вернулся с международных соревнований в Болгарии, которые принесли силачу золотые награды. Причём в это путешествие ему позволила отправиться победа на чемпионате России. «Была категория грандмастер, это уже одна из пенсионных категорий 50+. В финале мне попался тот же самый соперник Сорока Сомской области. Я на России с ним встречался. Довольно-таки мощный человек, выше на пол головы, 140 килограмм. Так получилось, что я был более подготовленный, не оставил мне никаких шансов». Константин пришёл в этот вид спорта из бодибилдинга в 2009 году. На любительском уровне всё получалось. Спортсмен выигрывал практически все местные турниры. Но чтобы заниматься этим профессионально, нужен был специалист, который знает, что это дело вдоль и поперёк. Своего наставника Петров нашёл довольно быстро. Максим Руденко заметил потенциал силача и сразу заявил, из этого армрестлера может получиться чемпион. «Изначально он уже был подготовленным спортсменом, занимался боксом длительный период времени. Потом в тренажёрном зале качался. То есть уже была база, фундамент какой-то определённый». Чемпионат Европы стал первым международным опытом у Константина. Готовился к нему спортсмен максимально плотно. Тренировки по армрестлингу довольно специфичны. С первого взгляда кажется, что упор делается только на руки. Однако необычные упражнения заставляют работать всё тело, причём на износ. «Вот сейчас вот возобновились тренировки, я чуть подвосстановился. И сейчас вот, можно сказать, вчера была проведена вторая тренировка. Ну, тренер спуску не даёт, так гоняет. Поэтому вываливаешься отсюда, когда только зал закрывается. Вот в таком коматозном состоянии». Сейчас в Приморье существует Краевая федерация армрестлинга. Этим видом спорта занимаются в самых разных городах региона. Возможность встретиться и помериться силами появится у местных силачей в декабре этого года на чемпионате Приморского края. Что же касается Петрова, то приморца ждут куда более важные соревнования. Чемпионат мира, где уже в октябре ему придётся бороться с сильнейшими людьми на планете. Олег Завьялов, Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом. И напоследок ещё раз коротко об основных событиях во Владивостоке. 250 тонн асфальта уложили ночью на улице. Светланская работа по проекту «Безопасные качественные дороги» продолжается во Владивостоке. День начала Великой Отечественной войны отметит Приморской столице. Покрабельная набережная пройдёт шествие со свечами. Юные энергетики собрались во Всероссийском детском центре «Океан». Они разработали собственные учебные проекты вместе с настоящими специалистами. К выпускным вечерам готовятся школьники Владивостока. Модные наряды для ребят подготовили студенты-дизайнеры в ГОЭС. Жители Приморской столицы научили делать японские броши. Мастер-класс состоялся в рамках Перекрёстного года России и Японии. Столетний юбилей отпраздновала жительница Владивостока. Помимо подарков, ей вручили поздравления от президента Владимира Путина. На сегодня это всё. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдёте все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чём-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал «Главное. Владивосток». В предстоящую субботу во Владивостоке отметят День молодёжи. Он называется День М, а организатором выступает администрация города. Начнётся праздник с утренней йоги на открытом воздухе. Затем состоятся летний кубок КВН, выставка фотографий, фотосушка и поэтическое шоу. Гости праздника смогут посетить площадки с трикингом, стендап, зону киберспорта и многое другое. А вечером на главной сцене праздника выступит музыкант Максим Анисимов, участник телепроекта «Песни». Уроженец Владивостока Максим Анисимов со своими композициями сейчас находится в верхних строчках музыкальных топ-чартов страны. Максиму и его группе «Свобода» подпевает весь Владивосток. А у 8 канала есть запись 2015 года, когда он только начинал заявлять себя в музыке. Смотрим фрагмент программы «Время говорить» с Максимом Анисимовым. Без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была я, Юлия Рогоцкая. Увидимся на 8. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok